Добрый день, дорогие зрители моего канала! Сегодня я покажу, как сплести вот такие интересные серьги в технике фриволите. Плести мы, кстати, будем всего лишь одним чоноком. Для работы нам понадобятся капроновые нитки. Плести я буду в три сложения, так как они у меня достаточно тонкие. Также у меня есть небольшая просьба. Если вы плетете изделие по моему мастер-классу, то оставляйте ссылку либо описание под вашими фотографиями. Мне будет интересно посмотреть, какой же результат у вас получился. Если вы впервые на моем канале, то не забудьте подписаться, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. А теперь давайте приступим к плетению. Первое колечко у нас будет 7 пико 7. При этом не забываем, что у нас есть хвостики, которые мы должны заранее убрать. Вот такое маленькое аккуратное колечко у нас должно получиться. Следующее кольцо 5 пико 5 пико 10. Плетем первых 5 узелков. Далее мы выполняем соединение с нашим предыдущим колечком за пико. Далее плетем еще 5 узлов. Делаем пико и 10 узелков доплетаем, после чего колечко затягиваем. Вот что у вас должно получиться. Следующее колечко у нас будет 7 пико 3 пико 3 пико 10. Плетем в начале первых 7 узлов. Далее выполняем соединение с предыдущим колечком за пико. Плетем 3 узелка. Делаем пико. Снова 3 узла. Еще одно пико. И 10 узелков. Вот такое колечко у вас получается. Следующее колечко у нас будет центральным. Плетем его 10 пико 5 пико 5 пико 10. Плетем первых 10 узелков. Далее выполняем соединение за пико, которое у нас последнее, после 10 узлов, которые мы сделали вот здесь. Плетем 5 узелков. Плетем 5 узелков. Делаем пико. Еще 5 узелков. Далее делаем пико и 10 узелков. Вот так у вас должна выглядеть ваша работа. Далее мы доплетаем точно такие же 3 колечка, но с обратной стороны. Схему вам здесь сбоку я пропишу. По ней вы доплетаете мотив до конца. Далее, не обрезая нити, мы сплетем центральное колечко. Плетем его по схеме 4 пико 4 пико 3. Вначале плетем 4 узелка. После того, как закончился у нас предыдущий лепесточек, плетем 4 узла. Соединяем работу с основанием центрального колечка, самого большого. Далее плетем снова 4 узла. Теперь соединяемся с основанием колечка, самого маленького, первого. И доплетаем последних 3 узелка. Все, мотив полностью готов. Теперь нам осталось зафиксировать кончик нити. При плетении второго мотива мы начинаем плести первых 2 кольца также по схеме. А далее при плетении третьего колечка мы должны будем соединиться с предыдущим мотивом, который мы ранее сплели. Плетем вначале первых 7 узлов. Так же, как и раньше, соединяемся с предыдущим лепестком, который мы уже сплели. Плетем 3 узла. Подкладываем наш предыдущий элемент. Из-за пико, который у нас есть в предыдущем колечке, соединяем нашу работу. Проходимся через пико, выполняем соединение. Плетем еще 3 узла. Делаем пико и 10 узелков. Вот, посмотрите, что у меня получается. Далее мы точно так же, по такой же самой схеме, доплетаем мотив до конца. Всего таких соединенных мотивов у нас должно получиться 6 штук. Мы их будем замыкать в кольцо. Для начала давайте сплетем и соединим 5 штук, а шестую соединять будем вместе. Я покажу, как это делается. Также мы должны не забыть при плетении шестого элемента, мы должны соединить его не только в начале, но и в конце плетения. То есть плетем в начале 10 узелков, соединяем с большим колечком, далее плетем 3 узла, подкладываем первый элемент, который мы сплели, и выполняем соединение с третьим колечком. В итоге у нас должен получиться круг. То есть вот видите, у нас мотив получается круглым. Доплетаем наш мотив до конца. Вот такой мотив у вас должен получиться. Всего у нас 6 элементов, соединенных между собой. Теперь, смотрите внимательно, я буду его собирать. Мы берем один элемент и накладываем его на другой. Просто. Берем следующий и точно так же накладываем на предыдущий. Посмотрите, самое первое колечко у нас лежит посередине предыдущего элемента, как раз таки где у нас расположено центральное кольцо. Следующее мы точно так же накладываем. Это уже 4, теперь 5 и 6. Но 6 мы должны загнуть еще. Мы вначале наложили на предыдущий, а вторую сторону, вот эту, мы должны загнуть вниз. Вот. Теперь мы должны все это зафиксировать. Для начала мы вводим иглу в основание колечка бокового. Вот. С изнанки на лицо. Так, следим, чтобы у нас работа не распускалась. Далее мы проходимся сразу же через основание следующего колечка. Вот видите, да? Вот. Теперь прихватываем еще следующее кольцо. То есть, тем самым мы сейчас затянем и зафиксируем, чтобы работа у нас не распускалась. Берем, прихватываем следующее колечко точно так же за основание. Можно, кстати, надеть сразу следующее. Я вот сразу пройдусь через два. И проходимся через последнее, через шестое колечко. И дальше замыкаем круг, вернувшись в самое первое кольцо, откуда мы начинали нашу фиксацию элемента. Итак, мы прошлись по кругу, но видите, у нас все равно колечки немного неровно лежат. Для этого я еще раз прохожусь через основание всех колец. После того, как я второй раз прошлась через центр, мне нужно сделать аккуратненько стежочек и вшить бусинку. Бусинку я решила взять обычную 4-х миллиметровую. Это имитация жемчуга серебряного цвета. И я аккуратно вошью ее в свою работу. Далее мне хочется сделать небольшую оплетку у центра, чтобы он был более ярко выраженный. Для этого я возьму бисер вот такого цвета. И еще раз выйду в месте, где у меня вшивалась бусинка. Выхожу на лицевую сторону. Теперь я прохожусь сквозь бусину еще раз. Теперь надеваю бисер. Смотрим, чтобы бисер у нас мог оплести половинку нашей бусины. И проходим еще раз через центр. У меня получилось здесь 5 бисеринок. Далее с другой стороны я надеваю тоже 5 бисеринок. И прохожусь аккуратно через первую бисеринку. Далее еще раз прохожусь через оставшиеся бисеринки. Для того, чтобы круг у меня был ровным. И посмотрите, у нас центр получается какой аккуратный. А далее я просто аккуратно пройдусь через центр еще раз. И уйду на изнанку. Не забывая при этом аккуратно подтягивать свою работу. Работу переворачиваю. Вшиваю нить в несколько узелков. И прячу ее. Ну что же, вот такие интересные серьги у нас получились в конце. Я надеюсь, что мастер-класс был интересным и полезным для вас. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я прощаюсь с вами. До новых встреч! До новых встреч!